Это я вспомнила историю из детства, когда мы отдыхали на юге у тетки, у нас в соседях там жил дяденька кавказской национальности, но у него, ты знаешь, все просто обзавидовались, у него такие помидоры всегда были, вот у всех, как и у всех, у него, Юля, ты не поверишь, самые первые помидоры, вот такие крупные, а мягкие, сладкие, сладкие, и он на рынок продавал, возил, и у всех ходили к нему покупали эти помидоры, Юг, очень много этих приезжих, и приезжие ходили к нему за вот этими помидорами, покупали, ну настолько вкуснятина, помидоры, и все завидовали, ближлежащие соседи, а наш дядька, хитрец, однако, ну, любил немножко поддать, а то дяденька из Кавказа, ну, тоже как бы любитель посидеть, винца выпить, под шашлычок, и вот наш как-то дяденька решил, под такой шумок, они дружили, ну так общались, и задать ему вопрос, расскажи секрет, как ты такие вкусные помидоры выращиваешь, хочу тоже, а он не рассказывал никому, вообще держал секрет, никому не рассказывал, он говорит, ну расскажи, ну нет, ну ладно, ну дядька хитрый, а он его всю своим вином, этот, мужик-то угощал, а тут дядька сделал своего винца, а сделал какого, не винца, а брагу поставил, тот-то ему все вином угощал, ему очень нравилось, он говорит, у него такое вкусное вино, из винограда своего, а он, дай-ка я его брагой нашей, самогонку нашу не хочет пить, ну брагу, принес ему брагу, говорит, попробуй, это наша самая лучшая, он говорит, фу, я, говорит, это, знаю, вашу самогонку, я не хочу, он говорит, да ты попробуй, это брага, это, знаешь, это еще до самогонки, это новорожденные самогонки, то есть она еще, ее еще нет, но это ее дитя, ну и короче, ладно, он принес эту брагу, и они этой брагой нам бухтались, да причем так хорошо на бухтались, у дяденьки жена ругаться начала, наша тетушка начала ругаться, но он выпад, он же у него выплатил, он после браги рассказал, не зря наша самогонка, и самый лучший, этот, как средство для выпадывания любой информации, ну вот, он ему рассказал, сидим мы, значит, обедаем, а он в похмелье, у него башка болит, тетушка смеется, говорит, а, вот, не борчи, зато я секрет узнал, ну, вам не расскажу, мы, да, ну, не мы, я еще девчонка была, тетки, давай докапываться, мам, расскажи, че ты, не скажу, вот не скажу, я на вас обиделся, он меня ругает, расскажи, всем хочется знать, он же никому не рассказывает этот секрет, а мы хотим знать, да, алкоголь людей портит, ну, явно зря мужик секрет рассказал, он, короче, че говорит, вот, по весне, из ямы, ну, из туалета, ну, отхожего места, вычерпывает вот это человеческое говно, вот эту вот жижу, заливает туда воды, значит, в эту жижу, добавляет чуть-чуть дрожечка, чуть-чуть прям, или травы, говорит, он, говорит, траву зеленую туда кидает вместе с вот этим жижей, и, значит, все это перемешивает, это все бродит, короче, это все бродит, и потом он этим поливает, ну, здорово, у нас тетка молодец такая, мне так понравилось, я вот этого запомнила на всю жизнь почему-то, этот разговор, ну, мне понравилось, как тетка сказала, она говорит, нет, ну, если еще свое, то ладно, а он же ведь, у него же там приезжает, приезжая, отдыхает, их нет говно, неизвестно какого качества, вот это меня вообще, я на всю жизнь запомнила, то, что свое, да ладно, дело в том, что в этом есть особый плюс, человеческое говно очень содержит много калия, там огромное количество калия, в той форме находится, которая именно растением будет усваиваться, а калий это то самое вещество, которое вот влияет на хорошую плодовитость, на хорошее созревание, на здоровое созревание, и вот он вот, по сути, он правильно делал, единственное, что человеческое вот это дерьмо, оно токсично, в нем очень много токсинов, из-за этого его не используют в качестве удобрения, но по сути, заменить человеческое говно может именно обычный птичий помет, вот куриный помет, но он должен быть хотя бы перепревший года три, свежий вообще нельзя добавлять, потому что свежий, это убить растения можно, они сгорят, а вот если он перепревший, постоявший, это просто кладезь для помидор, вот именно помет, хороший помет, куриный или птичий, он просто вот для помидор самое лучшее удобрение, и вот он именно вот благодаря вот этому способу у него такие помидоры были, и... Нет, дядька молодец, он человек уважающий такой, других-то, он всем нашим теткам сказал, не дай бог кому расскажете, не дай бог, где-то проболкнете сил, пожалеете, но он такой, дядька-то, его побаивались тетки-то, все молчали, между собой только, никто не рассказывал секрет, человек зарабатывает, понимаешь, зачем рассказывать, для растений вообще не страшно, помидоры это не идет, потому что растения не усваивают те только питательные вещества, которые они находят в почве, а он тем более это перебраживает, а перебраживает оно почти что, ну как сказать, оно как бы там только микроэлементы остается, то что основное, только то, что вот само вот это ощущение, то, что вот это неприятно, а так по сути ничего страшного. Наш дядя пошел тем же путем, да, веришь, нет, но он хитрый, там же отдыхающий ходит, он поставил ведро и сказал детям ходить туда, нам сказал, мы должны на ведро ходить, поняли? И мы ходили на ведро, дети, он детском нос убирал, и поливал им помидоры, ты даже вот не поверишь, вот просто, разница сразу пошла, помидоры красные, а большие наши вкусные-вкусные, я тоже спрашивала, мне вот лично, как ребенку, было очень неприятно, я помидоры после этого не ела их, я старалась избегать, ну правда, вот прям ощущение такое было, ну потому что мы же люди, ну говно, говно, да, он сразу же пугает, а мы не понимаем то, что мы по идее все в говне едим, вот на ложе, это же тоже говно, куриный помидор, ну что же говно, да, вот единственное, что человеческое дерьмо, оно очень много токсинов содержит, из-за этого, ну как бы, вот собачье говно очень плохое, очень плохое, даже считается, где собака насрала, там лучше вообще, во-первых, ничего растения не будет, во-вторых, лучше вообще ничего не сажать, поэтому собачье говно даже в компост не кладут, это очень плохое говно, вот, а человеческое, ну вот, как бы, удовито, по сути, ну самое лучшее, я говорю, вот, самое лучшее удобрение, это помидор, куриный помидор, хорошо перепревший, даже навоз к коровью, он, конечно, хорошо, он хороший, азотистый, да, богатый азотом, конский навоз, это богатейшее удобрение для того, чтобы почву сделать более рыхлой, более воздушной, потому что конский навоз, он содержит очень много мекины, потому что овес дают, во-первых, мекины очень много содержит, очень много содержит вот эти вот растительные клетчатки, и вот это, как и у коров, но у коров в основном тарова, и вот конский навоз, он хорошо почву сделать воздушной, коровий навоз, он хорошо его добавляет тогда, когда нужно растениям дать ход, то есть увеличить рост, это азот, хороший азот, а куриный помидор, это азот, фосфор, калия, там очень много калия, кстати, вот почему куриный помидор считается одним из богатейших для подкормки всех растений, потому что там калий, калий, фосфор и достаточно азота, и вот, и там еще и плюсы кальция, и много других еще микроэлементов, здесь обыкновенные куриные, и хорошее удобрение, которое можно вносить буквально по всем этим, ну, конечно, под огурцы не очень хорошее удобрение, а вот под помидоры отличные, а под огурцы лучше, конечно, навоз. Ну и что мы сегодня поговорим о навозе? Столько слов о говне? Только говна в этих словах! Да, да, да. Простите, пожалуйста. Нет, нет, ну почему, мы же ничего плохого, ну, блин, что плохого в удобрениях? Удобрение нас кормит. Что в этом плохого? Простит, а вы чем удобряете помидоры? Я? Да. Говно! Я вообще сейчас перехожу на органическое удобрение. Все овощи, ягодники все удобряю органическими удобрениями. Вообще стараюсь в землю сейчас вносить только органическими удобрениями. Почему? Потому что минеральные удобрения очень сильно засаливают почву. Да, они хорошо, кстати. Есть удобрения, которые просто необходимы. Почему? Потому что их мало в почве, их недостаточно в почве, их недостаточно в органических удобрениях. И поэтому некоторые удобрения минеральные нужно добавлять, но не переусердствовать. Дело в том, что сильно засаливается земля. Почему на земле, да, делается всегда отдых в земле. Пары. Запускают землю на пары, то есть отправляют на отдых. Для того, чтобы она обновилась. Потому что без конца вносить минеральное удобрение, то губить живую почву. Почва ведь она живая, там микроорганизмы. И когда мы вносим минеральное удобрение, мы губим эти микроорганизмы. Вся история агрономии поставлена на том, чтобы использовать в последнее время минеральное удобрение. Почему? Потому что они более быстрее дают возможность растениям расти, давать хорошие плоды, наращивать питание. Ну, как бы все. Но это лишь кратковременно. Потом все это умирает, начинает болеть. Юленька, сзади выду, Юленька. Юленька, грибы пойдут. Сморчки. После такой погоды пойдут. А, кстати, у многих сейчас. Рассказывайте, у кого уже грибы? Сморчки у кого пошли? Рассказывайте, кто уже вовсю собирает грибы? И, кстати, грибы-то такие особые. Я вот насмотрелась фотография, некоторые повыставляли. Вместо сморчков строчков набрали. А строчки-то ведь они очень похожи на сморчков. Если их правильно приготовить, то можно отравиться. Что ж вы, говорю, так это, рискуете-то за жизнью-то. Она ж у вас одна, е-м-е-м. Надо быть уверенным, что это... Уверенным обязательно. Надо знать, что ты собираешь. Потому что многие-то необдуманно собирают. А потом, конечно, я помню, мне как-то... Ну, мы жили в деревне. У нас там, ну, одна мадам была, немножко выкивающая. И она вот, чтобы, как говорится, по дороге, ну, купить водочки. Она продавала, вот ходила за... Такая работяга была вообще. Вот ей бы не пить, из нее бы человек был бы. Я всегда говорю, она такая работяга. И она нам принесла целое ведро сморчков. Я шорчумела. Я говорю, а что я с ними делать-то буду? Она говорит, что-что, ешь, жарь. Ну, они такие вкусные. Я знаешь, что делала? Это наш любимый салат, кстати. Отвариваем, обжариваем. Добавляю зеленый лук и яичко. Все это перемешиваем. Можно заправить маслицем. Сметану не стоит, конечно. И такой вкусный получается салат. Ты знаешь, обалденный. А вкус, Надя, грибок на что похож? О, сморчки очень вкусные. Они такие нежные. Сложно сказать, на что они похожи, но они очень нежные. Приятные. Ты не ел их, что ли, их не рада? Нет. Ты хочешь попробовать? Значит, пойдем загребаем. Корзинки почти готовы. Так что загребаем уже вонем. Строчки тоже можно есть, но их правильно готовить надо. Но они стоят. Если сомневаетесь, не берите. А тем более не покупайте ни у кого. Многие продают, даже не знаю, что это с грибом. Ну, спасибо. Сколько же отравлений. Я никогда не забуду. Мы с ней работаем вместе. Коллега, можно сказать. Она мне рассказала. У нее двоеверный брат. Умер. Отравился тоже. Крачков набрал. Не знал, может. Ходил раньше всегда, собирал все. А тут, говорит. И, видимо, он их не отварил, а сразу обжарил. Ну, и можно это не отваривать. Сморчки. И наелся. И она вот с того времени вообще никаких грибов. Даже говорить ей не надо про грибы. Она слушать даже мне. Там рассказываешь. Ой, за грибами ездил грибов. Она говорит, ух, даже не говори ничего. Ух ты, я тут на перекрест сделала. Я и не заметила. Вот что значит болтать и делать. Два дела несовместимых. Болтать и делать. Ну, ладно, ничего. Не критично. Сейчас проплетем. Тогда Маруся вообще не услышит. Чего? Тогда Маруся вообще не услышит. Ну, слушает. Если она молча будет, да, сидеть. Нет, есть люди, за которыми приятно наблюдать, как они работают. Красивые. Прям вот завораживает. У меня так муж. Он что, его делает? И возле него толпа стоит. И все смотрят. Хорошо, смотри. Да, я всегда говорю. Ну, ладно же, как. И некоторые ржут и говорят. Как приятно смотреть на работающего человека. А он особенно вот такие вот мелкие вещи какие-нибудь, да, делает. Разбирает какие-нибудь мелкие вещи. Он всегда смеется и говорит. А он вспоминает свою маму. Мама у него всегда так говорила. Как можно такими лапами разбирать такие мелкие детали. Он раньше радиолюбителем. Он такие мелкие всякие. У него всякие детальки разбирал. И вот он сидит всякие мелкие. Я сама удивлялась иногда. Он вот возится на работе, там что-нибудь разбирает. Мелкие какие-то вещи, да. И вот наблюдаешь на это и думаешь, как ты такими лапищами-то. Там же все надо такой нежный. А он только так. Избирает. Вот некоторые стоят, наблюдают. Прям заворужить. Он иногда сделает, а потом так. Че, интересно? А они прям. И знаешь, толпа. Стоят и все смутят. Он, кстати, очень красиво работает руками. Иногда просто даже интересно смотреть, как красиво работает руками. Потому что есть люди, которые... Вот я некрасиво работаю руками. У меня хаотично работают руки. А он очень так все нежно. И как-то они руки как-то движутся. Знаешь, в каком-то интересном там такого положение. Ты просто за руками даже наблюдаешь. И красиво наблюдать. И кайфуешь от этого. Я люблю. Вот, кстати, он когда... В деревне жил тогда. Он сам сделал станок для изготовления сетки рябица. Сам. Причем самое интересное, я даже не помню, где он нашел эту схему сделать этот станок. Тогда сетка рябица... Ее не особо-то... Ее не продавали. Не особо-то делали. А он сам. Он сделал станок. У нас, короче, меняли электросети. И тогда же металл так не собирали, как раньше. Как сейчас. Это сейчас весь металл собирает. А тогда все валялось. Электросети меняли. И бросали алюминиевые. Понимаете? Стальные алюминиевые, короче, бросали в поле. Это сейчас все весь металл собирает. А тогда все бросалось в поле. И вот он ходил и в поле их собирал. Вот эти вот. Привозил, прожигал, прям огонь, прожигал этими огромными такими бухтами. Потом их и натягивал, он прям около двора делал. Те соседи видели, как он это делал. Разбирал, потому что они там толстые. Разбирал, расплетал по этим. А потом плел из них сетку. Сделал сам столов и плел сетку. Да, я вот каждый вечер приходила. Он там возится вечером. У меня была специальная под крышей это сделано место рабочее. Я вот приду и возле него вот так вот стою. Могла часами стоять. Смотри, как он плетет в сетку. Или по дереву, если что-то делают. Кстати, он так много этой сетки наплел. У нас такой большой огород весь был огорожен. Правда, у нас ее стылили. Когда вот металл начали продавать. У нас ее сняли, потому что она была сделана из алюминия. Милиция приехала, мы вызвали. А у нас знакомые там. Они как говорили, что ты нашел, из чего сделать. Из алюминия, что я не из золота сделала. И, конечно, потом-то, конечно, мы узнали, кто это. Даже нашли, мы уже уехали. У нас до сих пор там она стоит на обороте. Еще стальная, не алюминиевая, а стальная стоит до сих пор. Ее даже не снять, потому что она вся плюлась этими сорняками. И там уже не снять ее. И вот он сам делал. Прям такой молодец. И, знаешь, я устояла часами на него смотрела. А когда по дереву что-нибудь делал. Он занимался одно время. Продавал деревянные изделия. По дереву делал. Он делал на заказы кровати. Кстати, такие классные кровати делал. И мне так обидно было. Он сделал на заказ кровать. Приехал у нас знакомый. Ну, мы дружили. И он говорит, сделай мне, это, сыну кровать. Хорошую, такую добротную из дерева. Ну, пока будет хорошо. И он, знаешь, сделал, вот как сейчас. Вот сейчас это очень модно. Деревянные такие, красивые, с мощными такими всякими. И этими он сделал. Это вырезную такую. Прям вообще классная такая была кровать. Как жалко, что раньше мы, что не фоткали? Я говорю, ну ладно, не было камер. Ну, фоткать-то можно было. И вот он сделал на заказ такую кровать. У нас даже вот приходили кто, гости. Мы спрашивали, классная вообще, хорошая. Добротная прям, знаешь, вот такая. И увез он, приехал мужик-то, увез домой. Потом мы приезжаем, как-то к нему гости. И жена у нее такая, хм, я совсем не это-то хотела. Что ты мне сделал-то? Это что ты мне за такое сделал, неизвестно что. Сейчас такое уже не модное, это деревенское. Она знаешь, как хотела? Как сейчас вот самую дешевую продают. Так просто деревянная основа, вырезов без всякого всего там. Просто деревянная, знаешь, морилку и подлак. А папа просто сделал красиво натуральным деревом. И таким легким лаком сделал, чтобы, ну-ка, натурально. Папа был в шоке, что ей не понравилось, она недовольна осталась. Ну, современная жизнь началась с 90-х. Дерянь начали продавать из пластика, из всякого шерпотреба. И всем начал нравиться этот шерпотреб. Они уже не воспринимали просто нормальную... И так было обидно ему. Я говорю, пап, ну да ладно, что ты расстраивался. Но потом мы на заказ очень много делали. У нас заказывали в город для хранения овощей, сундучи такие. Ну, хранилища, тубаретки делали. У нас, кстати, у мамы до сих пор живые тубаретки. Уже больше 20 лет, наверное, 30. И они до сих пор... Мама говорит, вот ведь молодец какой. Причем без единого гвозика, без единого шурупика. Они собирались. Он делал такие в мебели, чтобы не было этих всяких гвозиков, шурупиков. На специальных, там, специальные крепления делались. Здесь дерево. Детские кроватки, люльки делал. У нас, кстати, две люльки лежали наверху. Так они у нас не продались. Что-то мы их не продали, не помню. То ли мы уже уезжали, то ли... Такие классные люльки делал. Кому-то стол он тогда делал. Ну, много заказов. Помню, он занимался по дереву. И, кстати, он хорошо очень делал. И он мне говорит, что ты не хочешь, чтобы я сейчас занимался? Я говорю, да нет, я не против. Просто раньше у него время было. Он этим жил. А сейчас другая работа. И заниматься этим, и тем, это... Я сколько буду ждать? Это у меня... Нет, ну, конечно, частично-то он делает мне. Ну, он такой молодец. Вот он сидит, вот это... И ведь он делает, да. А у него особо-то станков-то не было. Ну, он покупал, конечно, старался. У него всегда хорошие, всегда были эти инструменты. А я вот стою и прямо, знаешь, вот, наслаждаюсь. Он мне иногда... Мать, тебе не надоело, а столько времени стоит. Ты не замерзла? Нет. Я говорю, кайфуй. А я не могу. Я прям, знаешь, прям вот наслаждаюсь, как он работал. Мне прям очень нравилось. Потому что он очень красиво работает. У него красивое движение рук. Такое. И прям наблюдать очень интересно. Молодец. Вообще он это... Человек такой... Мы, наверное, с ним из-за этого и заживем дружно. Он разносторонний. Ему тоже много чего нравится. Он много пробует. Видимо, вот у нас это соединило. Потому что мы вот как-то оба такие вот. Мне тоже, я любительница, все попробую. Надо приятно наблюдать за человеческим движением рук. Не то, что даже как он делает, а вот как вот руки двигаются красиво. Это же искусство. Это искусство тоже считается. Потому что человек, когда что-то создает, это же тоже творчество. Даже некоторые же снимают. Не то, что там показывают, как они делают, а как они это луками делают. Красиво смотреть, наблюдают. Особенно, когда готовят. Я вообще... Мне сразу так кушать хочется. И много чего еще хочется. Вообще, я считаю, вот даже вот... Да, может быть, у меня не так красиво получается. Не так, это... Что-то неэстетично. Многие, да, вот что-то делают. Я вот наблюдаю. Люди делают там из поделок всякие, из захода там, всяких бутылок там. И ты знаешь, вот я всегда смотрю и думаю, для кого это не красиво, неэстетично, не привлекательно. А по сути-то человек работает руками, да. Он видит по своему красоту. Каждый человек свою красоту видит. Кстати, есть такая особенность. Человек даже в самом уродливом видит красоту. Это самый, так сказать, тонко видящий человек. Вот если он в самом уродливом видит красоту, он очень тонко. Это бесценно, когда ты видишь вот эту красоту в таком сложном чем-то. Как и в природе. Вот некоторые, да, ой, как обожаю я розы. Я схожу с ума от цветов этих. А ведь сойти с ума от цветов, которые растут в поле, намного сложнее. Мне вот я вот обожаю, когда в поле прихожу, да, смотрю на цветы. Они настолько уникальны, они настолько красивы, они настолько тонко созданы природой, да. По своей сути, роза перед ними вообще ничто, по сути. Вот возьми розу, ну что там, лепесток. Красиво как бы уложены лепесточки, да, вот в красивую форму лепестка, да. Там, конечно, сейчас видов роз очень много. А возьми ты Василек, ты на него только глянь. Ты просто в шоке будешь, какие там красивые вырезы из-за фигулины. Не так просто, а это природа так создала красиво. Проживи, это тебе не фуфры-муфры. И не фуфры-фуфры.